Здесь мог бы быть газон, но все больше и паркуются машины. Единственные островки зелени остались там, где растут деревья. Но с таким рвением машины скоро выкатают и эти островки зелени. Правила существуют, чтобы их нарушать. Видимо, так решили автомобилисты и устроили настоящее восстание машин около гостиных рядов. Поминутно здесь паркуются, разворачиваются и выезжают. Прямиком через тротуар. А это нарушение правил дорожного движения. Ну, простите меня, но жизнь застала, с банка вызвали. Вот такие дела. И людей можно понять. Вокруг парковок действительно мало. Но это не значит, что ставить машину можно как попало. Я объехала вот так полностью, через всю эту пробку. Я два круга сделала, приехала сюда. Потому что я видела, что отсюда машина выезжает. Ну, к сожалению, будет штраф. Мне? Две тысячи рублей, да. Вы проехали протитуары, чтобы сюда встать. Сейчас работает административная комиссия, фиксирует все. А вот эти машины, которые стоят? Все будут уштрафованы. Ну, ладно. Согласны на штраф? У вас просто еще есть время уехать. А, там можно еще уехать? Ну, вы пока же не зафиксировали еще. Ну, ладно. Если у одних хватает совести признать, что нарушили и уехать, другие паркуются не то, что на прилегающей территории, на самом тротуаре и не собираются отъезжать даже после замечания. То есть вы ребятишек своих учите, а другие ребятишки здесь пройти не могут? То есть вы... Значит, вы бы делали стоянок больше. Но сейчас вот ваши номера зафиксируют, вам будет штраф. Ну, штраф будет, потому что мы сейчас отойдем. И удаляются по своим делам. К слову, на такую парковку пожаловались сами горожане. Административную комиссию завалили обращениями. Самое опасное – сдавая назад, можно просто не заметить пешехода. Такие случаи бывают. Бывают женщины. Мы переехали именно задом. Молодая женщина. И так сделала. Вот вы как взрослый, умудренный опытом человек. Люди говорят, негде парковаться. Ставим поэтому здесь. Как считаете, что все-таки важнее? Любым способом поставить свою машину или все-таки попробовать припарковаться, как положено? Конечно, припарковаться. Конечно. То есть это не оправдание? Нет, нет, нет. Ни в коем случае. Это просто им уже не хочется искать или парковаться в другом месте. Им удобно до двери, до чьей-то дойти. Специалисты признают, место вокруг мало и больше не станет. Но если остановиться за пару кварталов и пройтись пешком, то и правил можно не нарушать. Ну а построить парковочное место под каждого и вовсе что-то из области фантастики. Поэтому всех, кто нарушил, оштрафуют. Рейды будут проводить каждый день. О местах, где должны быть газоны, в ближайшие дни огородят. В сегодняшний день управление административного контроля выходит законодательной инициативой в Горсовет по вынесению инициативы Горсовета в Курал законной республики. Есть изменения в части наделения, чтобы такая статья была предусмотрена в законной республике Бурятия. То есть это нахождение транспортных средств на зеленых насаждениях либо местах, предназначенных для выращивания зеленых насаждений. За это будет предусмотрена также ответственность. Сегодня оштрафовать парковщиков могут только органы ГИБДД. И то за то, что ездят машины по тротуарам. С принятием закона местные власти будут сами составлять протокол на тех, кто заезжает на газоны. Самые проблемные места в городе – это гостиные ряда, центральный рынок, еврозона и развязка на Барсуево. Алифтин Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня.